Как выбрать губную гармонику? Хотелось бы надеяться, конечно, что у всех присутствующих здесь уже есть качественная губная гармоника, на которой вы сможете продолжать обучение. Но если вдруг у вас еще нет губной гармоники, я расскажу о том, какие они вообще бывают и какая вам понадобится для работы с этим курсом. Для того, чтобы у вас получились все упражнения и для того, чтобы они у вас звучали так же, как у меня на моей гармонике, вам понадобится диатоническая гармоника с 10 отверстиями. Вот такая. Гармоники такой системы называют диатоническими гармониками системы Рихтера. Чаще всего говорят просто диатоника или блюзовая диатоника. Блюз-харп, харп. Это речь всегда о вот этих вот гармониках, маленьких с 10 отверстиями. Это мой любимый вид губной гармоники. Этот тип губных гармоник наиболее популярен в нашем западном мире, в Европе, в Америке. Как правило, их используют для того, чтобы исполнять блюз и народную музыку. Но современные мастера играют на ней и классику, и джаз, и современные музыкальные стили. И лично я отдаю предпочтение именно этому типу губных гармоник. И именно на этом типе губных гармоник мы будем обучаться. Помимо моей персональной любви к диатонической гармонике системы Рихтера, я считаю, что именно эта гармоника дает максимальный контроль над язычками. Вы прямо чувствуете, как они отзываются на ваше дыхание. И если вы освоите губную гармонику системы Рихтера, хотя бы немного вам значительно будет легче освоить другие типы гармоники, если они вам нравятся. Будь то хроматическая, тремоло, октавная, басовая, аккордовая, какая угодно. У этих гармоник 10 отверстий. В один ряд половина язычков играют на выдох, половина язычков играют на вдох. Всего их в этих гармониках 20. Эти гармоники выпускают в разных тональностях и настройках, и поэтому у профессиональных исполнителей их целый набор. Например, у меня их больше, чем 70. Правда, на концертах я редко использую больше 30. В следующий раз. Эти гармоники бывают низкие, средние, высокие. Иногда их настраивают в другую настройку, например, в минор. Однако, все материалы этого курса будут на губной гармонике в тональности до мажор. Это буква С. Важно, чтобы помимо буквы С на вашей гармонике не было написано минор, кантри, сити, буквы М и так далее. Это должна быть просто одна буква С. До мажорная гармоника. На сегодняшний день такие гармоники выпускаются несколькими заводами в мире. Я аффилирован с немецкой фирмой Zeidel. Собственно, поэтому я их рекомендую. Главное отличие гармоник Zeidel – это язычки из нержавеющей стали. В то время как остальные бренды используют язычки из медных сплавов, из латуни или из фосфорной бронзы. Для обучения лучше всего подойдут модели 1847 Silver с белой пластиковой гребенкой, 1847 Classic с деревянной гребенкой, 1847 Noble с матовыми крышками и алюминиевой гребенкой. Или более бюджетная Session Steel с оранжевой пластиковой гребенкой. Также фирмозайдель ежегодно предлагает лимитированные версии этой модели с гребенками других цветов. Они тоже нам вполне подойдут. Главное – это тональность до мажор. Если тональность вашей гармоники не до мажор, то есть на ней не буква С, а, например, буквы G или A или D или B, в принципе, все упражнения будут на ней играться. И звучать они будут похожи, просто звучать они будут выше или ниже. Если у вас есть определенная музыкальная подготовка, и вы понимаете, что такое транспонирование, для вас это может не составить никаких проблем, и вы можете продолжать проходить этот курс на такой гармонике. Просто вы всегда будете помнить, что ваша гармоника звучит выше или ниже, чем та, на которой играю я. Если вы приобретаете губную гармонику в нашем дружественном интернет-магазине, или у вас есть знакомый мастер, занимающийся кастомизацией, то есть тюнингом, улучшением губных гармоник, я рекомендую приобретать губные гармоники с кастомизацией. Вам не нужна полная кастомизация, которая нужна только профессионалам, но с базовой кастомизацией или со средней кастомизацией вам будет обучаться значительно комфортней. Конечно, я рекомендую гармоники Zydel в связи с тем, что я их люблю, я сам на них играю, и я связан с фирмой эндорсерским контрактом, но для прохождения этого курса не обязательно, чтобы у вас была гармоника именно Zydel. Также подойдут губные гармоники фирмы Honor, Golden Melody, Special 20, Marine Band Deluxe, Marine Band Crossover, Rocket и некоторые другие. Также подойдут некоторые гармоники фирмы Suzuki, например, Manji, Alive и некоторые другие. Также не стоит расстраиваться, если у вас инструмент фирмы Tombow, модель Le Oscar. Главное следите, чтобы она была просто в тональности до мажор, потому что они выпускаются в очень большом разнообразии настроек. И в целом неплохие отзывы о китайских фирмах из Top и Kongshank. Не обо всех моделях. Список рекомендуемых гармоник и подходящих гармоник будет в приложенном файле. Какие гармоники не подойдут для работы с этим курсом? Вам не подойдут гармоники других типов, например, хроматические. У хроматических гармоник есть такая кнопочка. Обычно у них больше отверстий, хотя бывают и десятидырочные, но в данном случае 12 и 16. И они существенно больше, чем диатоническая гармоника системы Richter. Или, как мы говорим, диатоника. Вам, к сожалению, не подойдут уменьшенные модели губных гармоник. Вот стандартные, вот уменьшенные. На самом деле они прикольные, и я рекомендую их приобрести как сувенир. Кое-что из упражнений вы сможете на них сыграть, но, к сожалению, не все. Полноценно для прохождения данного курса они нам не подойдут. Нам не подойдут гармоники с двумя рядами отверстий. Это октавные гармоники и тремологармоники. Я ничего не имею против, просто лично сам их не очень люблю. И сам на них практически не играю. Ну и, само собой, нам не подойдут разные загадочные басовые, аккордовые гармоники и все такое. Хотя они очень веселые бывают. Для освоения данного курса, к сожалению, не подойдут бюджетные губные гармоники даже известных производителей, типа Honor Silver Star или Honor Hot Metal или Suzuki Folk Master. К сожалению, они недостаточно герметичны, и они плохо строят. И, скорее всего, у вас не получится получить тот же звук, что и у меня. Как бы вы ни старались, вам просто помешает сама губная гармоника. Точно так же я не рекомендую разнообразные китайские гармоники, кроме вышеуказанных Kongsheng и Istop. Это, например, всякие Swan, Golden Cup. Это гармоники недостаточного качества, недостаточной герметичности, чтобы поставить нормальное звукоизвлечение. Теоретически нам могут подойти некоторые увеличенные модели губных гармоник с 12 или с 13 отверстиями. Если такая гармоника с большим количеством отверстий у вас уже есть, напишите в комментариях, приложите фотографию, и я скажу, подойдет она или нет. И если подойдет, то как к ней пристроиться, какие отверстия у нее дополнительные. Если вы пока не понимаете, какого типа ваша гармоника, какая у нее тональность, присылайте фотографию в комментариях, и мы вам обязательно подскажем, подойдет ваш инструмент или не подойдет. И вот ваше первое домашнее задание. Чтобы мы с вами познакомились, сфотографируйте свою гармонику или сделайте селфи со своей гармоникой, просто чтобы я знал, на чем вы будете играть.